доброе утро дорогие мои друзья мое утро начинается с приготовления каши сегодня у меня будет манка потому что можно было бы овсяную приготовить но овсяная была накануне скажу я это так вот поэтому сегодня буду буду кушать маночку здесь у меня это приспособление для того чтобы ставить штатив не всегда хватает высоты для того чтобы показать себя скажем так сейчас приготовлю маночку покушаю я вчера почти не вязала что я делала до обеда в общем не знаю что делала до обеда а после обеда я же пошла к врачу а потом пришла все болело нет вязание было и я вчера еще и пораньше легла поэтому сегодня у час ровно 602 а я уже вовсю на ногах я проснулась где-то минут десять-пятнадцать шестого ну уже много чего сделала как говорится кто рано встает тому бог подает да а я что последнее время стало поздно вставать поэтому наверно мало за день делаю потому что и день сейчас короткий и что-то у меня как-то одно за одно цепляется я ничего не успеваю ну вот кашка готова многовато что-то я сегодня приготовила ее ничего в течение дня съем и маслица кусочек маслица очень люблю кашку манную причем люблю ее кушать маленькой ложкой не знаю почему просто обожаю кушать ее маленькой ложкой всем приятного аппетита и хорошего дня дорогие мои и так очередные носочки довязаны и постираны время сейчас 12 час я не вязала их так что прям вот сидела безвылазно если задаться целью то можно конечно связать очень быстро ну я как бы хочу получать удовольствие от вязания они напрягаться по этой причине как бы я вижу тогда когда хочу главное вовремя успеть а я как бы по времени успеваю поэтому сейчас вот они у меня стекут я обычно так все свои изделия которые там шерстяные еда или допустим те изделия которые требуют ручной стирки в начале немножко они у меня стекаются тем я их уже раскладывать для сушки на балконе тем временем у меня заварился уже чай капельки от пара я не полную налила сейчас я беру заварку и и добавлю кипяточку и пойду чаёчек чаёчек попью а потом буду дальше вязать что тут у нас на улице вчера после обеда пошел дождь и не знаю до какого времени шел но я вчера ходила же за посылками после стоматологии дочь васю лил я вам там показывала что не то что он прям как из ведра лил ну такой дождик затяжной был похоже прохладно на улице ну это сильного нет ну что друзья доброе утро вновь сегодня уже пятница по моему 17 число сегодня мне по второму идти в стоматологию жду не дождусь вчера не могла не снимать не ничего делать не могла десна воспаленные ну как бы после того как тебе полностью всех точили язык бедный мой не шевелился вот такие приходится терпеть неудобства что делать красота требует жертвы я когда у меня прям совсем край был но очень сильно все болело я думала а как же люди делают пластическую операцию терпят там вообще дурдом вот пила обеспаливающе потому что невозможно было но сегодня по новой пойду примерка будет не знаю поставит мне или только примере и ну в общем пойду конечно же все вам расскажу особо снимать то нечего потому что я делать ничего не могу по той причине что когда ты чувствуешь себя больным то как говорится не дочь и год так что если вдруг я там пропаду вы меня не теряйте я не просто там по какой-то не знаю какой причине филоне да а по уважительное потому что ну в общем ситуация вам наверно уже ясна сегодня я готовлю себе овсяную кашку вчера хотелось кушать война войной обед по расписанию как говорится сварила себе суп я не знаю говорила или нет сварила себе суп рассольник сделала ну естественно есть я его не могу и поэтому перебила его на блендере и там как утка поглотала но конечно же когда привык к одному другое уже есть не можешь с тем удовольствием с каким обычно кушаешь но самое главное поддержание организму есть и ладно как говорится все проходит пройдет и это ну что два носочка готовы этот мерила этот не мерила вот и хотела постирать воды опять у нас нет я не знаю что они отключают постоянно холодную воду меняет может что-то и я как всегда не ходила же вниз вчера не смотрела может там есть объявление но ничего подождем спину никто не гонит так что еще одни носочки связали а здесь я еще не начала начала немножко другие ну теперь уже будет третий вариант на улице опять прошел ли идет дождь сера зима перевалила уже во вторую половину декабря скоро уже представляете друзья меньше двух недель осталось до нового года даже не верится у меня этот год пролетел вообще просто промчался ну люди он без шапки ходит наверное все таки на улице не холодно вот так выйду на балкончик поглазею на балконе не холодно у меня мороза нет 9 или 10 градусов здесь вчера я достала вот такую пряжу что называется съемка с колес вот и значит что это за пряжа это пряжа вот такая муза германской технологии здесь у нас 70 процентов тонкорунная шерсть 30 процентов лен color 2108 и 100 граммах 400 метров производитель нам рекомендуют спицы три с половиной ну я наверное немножко поспорила с этим ли или два с половиной три с половиной я вроде как увидела три с половиной так мелко написано в общем вчера связала такой образец вот постирала его высушила состав лен и тонкорунная шерсть если кто-то вязал из такой пряжи я вас попрошу расскажите о своих впечатлениях отзывах по поводу носки мягкая не мягкая колкая не колкая видимо маленький образец я связала но я связала один рапорт больше не стала вязать и в общем я не составила впечатления вообще по идее лен он же должен быть мягким да но особой мягкости я как бы не ощутила такой конечно красивый цвет не то пряжу я получала в подарок спасибо большое вот дошла очередь до этой пряжи наташа мне прислала еще секционку сейчас покажу вот такого цвета 051 все то же самое лен здесь написано что это лен color city пряжи от color city тонкорунная шерсть вот и у меня конечно стояла дилемма я хочу сейчас вот мне остался на китайке рукав на японке осталось вывязать углы и рукава у ирины я там вниз уже вижу конечно это все буду довязывать но руки то чешутся что-то начать новое и вот я сейчас выбираю пряжу для того чтобы что-то новенькое начать у меня конечно руки чешутся не только на эту пряжу больше конечно не чешутся на кашемир я все как-то не решаюсь наверное не пришло еще и во время но уже уже наверно близко потому что ну прям я задумываясь раз задумываясь то наверное все таки уже скоро я решусь вот так что вот такими делами я вчера занималась у меня сегодня будет такой небольшой вложек потому что сейчас время уже 11 часов 12 или 11 наверное я честно на часы не смотрела рано сегодня стало уже много чего сделала и вязание немного тому навела опять порядок на балконе хочу постирать хорошо вовремя не включила стиральную машину а то бы не знаю чтобы было бы никогда не включала когда нет воды а тут мало промахнуться в общем дорогие друзья еще раз говорю если сегодня мне поставят и будет все нормально возможно я выйду прямой эфир ну не факт потому я как бы планирую выйти но не знаю лица мы предполагаем жизнь располагает ну а если допустим я не появлюсь сегодня там может быть завтра ну тогда вы знаете что что-то пошло не так и я выйти не могу ладно друзья здоровья всем добра легких петелек если вы вязали ну а я на сегодня с вами прощаюсь до новых встреч до новых видео с вами была ирина